19.06.2024. Вы с Олегом Сёдским на Большем канале. Итак, все больше тревожных разных сообщений поступают с разных срезов сфер в Украине. С горизонтальных плоскостей, вертикальных. И надо прямо говорить, что позитива нигде нет. Нет. И финансово-экономический блок вообще не берут. Там полный, как говорится, обвал, тупик. Через полтора месяца должен быть дефолт Украины. Ничего, никто договориться не смог с частными инвесторами относительно 20 миллиардов долларов, которые надо им вернуть по облигациям. Поэтому тут как бы полный крах. Ничего эта глава Нацбанка не может сделать, ни министр финансов, никто. Ну, Шмихаль вообще это просто даже несерьезно говорить. Я думаю, что он вообще в этом деле не является каким-то фахивцем. Поэтому это реальный облом. Это очень серьезный реальный облом, если страна будет дефолт провозглашен. По сути, она будет частично утратить свою субъектность. Она должна будет... Ею начнут управлять комитет кредиторов. И деньги, это как... Те, которым Украина должна, они хотят свои деньги вернуть. Деленский в этом вообще ничего не понимает. Ермак тоже. Они надеются, что выгребут на авось. Как Трамп говорит, что это величайший продавец из политиков всех времен. Что он думает, что он где-то эти деньги достанет, кого-то уговорит. Ничего не выйдет уже. Уже лавочка закрылась. И уже видно, что я же вам сделал вчера. И по Эстонии, и по Польше это открыто уже на уровне опросов, на уровне выступлений разных политиков падает поддержка Украины. Неприятие как таковой Украины, ее власти Зеленского вообще рассматривают просто как ходящего, который ходит и везде как попрошайка просит. Просит, просит. Везде стоит. Вам приятно, когда вы идете возле магазина, стоят попрошайки и просят, просят. Или на Кубу поедете. Там вот видео показано, как люди, это Кастро режим эти. Кастровцы довели людей в этих зеленых своих амбундированиях. Довели народ до полного обнищания. И там они просят, дайте доллар, дайте еще там кого-то, дайте на хлеб. То есть там полная бедность, там нищета. Это коммунистический, результат коммунистического царствования. Я думаю, Путин сейчас поедет туда тоже опытом делиться. Сейчас в Северной Корее, потом обязательно должен на Кубу поехать. Поэтому тут как бы вот фактически Украину, Зеленский, Ермак, слуги народа, вот Стефанчук, Шмигаль, они превращают вот эту коммунистическую, нищую, такую вот попрошайчную Кубу. Это позорище, конечно, просто тяжелейшее для Украины. Но, тем не менее, это реальность. Теперь вышла в Нью-Йорк Таймс статья о том, что ухудшается застояние свободы слова в Украине. Идет преследование, запрет, что власть Зеленского практически ведет открытую войну уже с масс-медиа на всех уровнях. Ну, а результатом является недоверие к действиям власти, к масс-медиа, к Верховному Совету, правительству, к Зеленскому. Поддержка Зеленского падает очень стремительно. И этот шмарафон, марафон, этот вообще никто смотреть уже не хочет. Ему не верят, что там ложь, запрет на приглашение объективных лидеров общественного мнения, экспертов, блогеров. То есть, это преследование их со стороны СБУ, этого Малюка и Поклада. То есть, это вообще такое, это чисто уже фашистская, чекистская, кагибистская деятельность. Так, это коммунофашисты действуют, как сейчас в Украине Зеленский действует с средствами масс-медиа. Это вообще недопустимо, прикрываясь военным положением. Военным положением. Это, ну, это, это очень вероломно, низко и подло. Ну, и так везде, все падает, ВВП падает. Ну, главное, большим этим самым мыльным пузырем закончилось. Я так и говорил, что так будет. Я объяснял. Швейцарская, это лозанская встреча. Пузырь лопнул, сероводород с него выходит. Запах стоит огромнейший, а результат вообще в минус все. То есть, ничего не достигнуто. Никаких, то что Зеленский говорит, мы сейчас будем второй готовить. Ну, второй готов, тебе что толку? Никакого толку. Никакого толку. Вам же уже объяснили, должна быть вторая сторона, воюющая против Украины, Российская Федерация. А Путин заявил, что если он не сожрет Украину, он вообще не успокоится. Поэтому это враг. Поэтому про какой мир можно с врагом говорить? Врага надо уничтожать. А как его уничтожить, если сил на это нет? И Зеленский уже нелегитимен. И его нелегитимность, это тяжелейшая проблема сегодня, она нарастает. А с осени начнется нелегитимность Верховного Совета Украины. Он тоже станет фактически узурпатором, структурой узурпации власти. Причем там они начинают теперь уже эти кнопкодавы рассказывать, что надо уменьшить призывной возраст, мобилизировать не с 25 лет. Логично, надо всех украинцев, всю молодежь уничтожить. С 18 лет забирать и уничтожать. Собственно, по этому пути идет Московия. Это Кагибиский, это шалман путинский. Поэтому тут как бы оно одно к одному. Две стороны одной медали. Поэтому и здесь полный провал. Кадровый провал. Вот я вам видео сейчас сделал про кадровую чехарду Зеленского, Ермака, Шмигаля, которую они устроили. То есть провал везде. К сожалению, они во всех направлениях. И, конечно, сейчас будет провал колоссальный. Это в геополитике и в остальных местах. Ну, на фронте ничего сделать не могут. Сейчас, видимо, с Сирским уже произошел открытый какой-то конфликт. Зеленский наехал, видимо, на Сирского, на этих нового Барделовича, танкиста этого военштаба и так далее. Но они ему объяснили, наверное. И Зеленский начал там, видно, нервничать очень сильно. И, видно, брызги пошли. Ну, и ясно, что уже Сирского, видимо, убирать надо. А ставить кого? Ну, видимо, хамчака ставить будет. Но это же ничего. Я сделал видео. Посмотрите на эту тему. Вот сегодня тоже за 19-е. Будет вам, я думаю, полезно, очень поучительно посмотреть. То есть, мы видим, что Зеленский просто, он не может, ну, не хватает его. Ни его, ни Ермака, все. Они уже, как бы, перешли через вот этот предел. Человек же любой, он, любой человек конечен. Нет таких людей, которые бесконечны. Господь Бог бесконечен. А люди конечны. Это что, пыль? Пыль, как Сталин говорил, лагерная пыль. Лес рубят, щепки летят. Ну, поэтому... Лес же разный рубят, разные щепки летят. Поэтому это относительно всех касается. Конечно же, не может один человек охватывать такой объем вопросов. Но не может. Это сто процентов. Тем более, любой, как машина, она за пределом, когда работает, у нее мотор сгорает. Так и человек сгорает. Он не может выдержать это. И, естественно, когда убирают кадры, это еще хуже становится. То есть, Зеленский, я так понимаю, и все это уже, ну, де-факто это осознают. Что он не является легитимным лидером. Что надо по-любому проводить выборы. А чтобы проводить выборы... Ну, плохо, что так избирается у нас президент опять. Неправильные выборы. Это неправильная модель. Я говорил, что ее надо. Но никто же не слушает. Никто не хочет вовремя делать то, что надо делать. Каждый думает, что он сделает все по-своему. А объективные каноны не нарушишь. Их невозможно нарушить. А тот, кто нарушает, тот потом должен... Неправильное порождает неправильное. Это известная аксиома. Ну, и что делать сейчас? Пятьсот раз уже объяснял, что надо делать. Конечно, Сирский один не может охватить это. Значит, надо создать вот такую, как бы, конгломерат. Каждый должен в нем быть. Надо вернуть залужного шаптала. На его надо вернуть. Да, хамчака надо. Надо Сирского обязательно. Вот с этим его борделович. То есть, у каждого, как бы, есть свое... И вместе они должны создавать... Надо добиться синергетического эффекта. Чтобы оно шло не на разрыв. Вот как тройка лошадей. Да, есть коренной и по бокам две. Может быть, двенадцать. Сугом могут идти. Правильно? Но они идут в одном направлении. Создается синергетический эффект. Ну, кто это? Кому это рассказать? Кто там? Кулеба про это знает. Ну, как можно было брать, убирать этого, как его... Мельника послать послом в Бразилию. Ну, как такого уровня парня послать послом в Бразилию. А этого убрали, который был министром иностранных дел. Потом был послом Великобритании. И этот паренька этого, как там его... Пристайка. Ну, как такую фигуру можно было потерять? То есть, нельзя разбрасываться фигурами. Нельзя. То есть, ну, Дубинского в тюрьме держать. Слышите? Ну, за то, что он, видите ли, говорит то, что он считает нужным. Ну, то есть, есть мощные фигуры. Да, они могут пятьсот раз не нравиться. Да, Шуфрич – это мощная фигура. Да, конечно. Нестор Шуфрич – это мощная фигура. Павел, этот, Петр Лебедь – мощная фигура. Да. Этот самый, как он называется? Ануфрич – да. Конечно. Это все колоссально мощные фигуры. И с ними вы не можете не считаться. Вы их можете убрать. Нет проблем. Замените, можете на Епифане этого Думенко, на Зарю можете заменить, на этого Святослава, это греко-католика. Но от этого ж… Ну, не может это самое маленькое стать большим. Ну, не может, ну, понимаете. Не может боксер легкого веса стать супертяжем, вот как Кличко. Ну, не может. Или как этот самый Усик. Усик и то вот он с трудом это сделал. Ну, сделал. Ну, это просто уникальный человек. Ну, и то там небольшой надо было переход совершить. Не с легкого веса. И вот это является сегодня самой важной проблемой. Вместо того, чтобы собирать, Зеленский, Ермак и вся эта их бригада занимается разбрасыванием. Причем не просто разбрасыванием. Они уничтожают любую оппозицию. Любую оппозицию. А что такое оппозиция? Это другое мнение. То есть, те, которые имеют другое мнение, их убирают, уничтожают, не пускают. Ну, так, ребята, тогда вам капец. Это известное дело. Тот, кто разъединяет, тот остается в одиночестве и погибает. Это абсолютная истина. Абсолютная. Она не поддается никаким модификациям. Поэтому сегодня Зеленский, он не является юридически легитимной фигурой по Конституции. Надо двигаться дальше, надо выйти из этого положения. Как выйти, тоже известно. И меняйте Конституцию немедленно. Больше нельзя избирать. Нам не нужен избранный прямым голосованием президент. Нам нужен в этой ситуации президента, которого изберет парламент и мэры. Все. Немедленно это надо сделать. А целевая установка вообще двухпалатный парламент. Однозначно надо туда идти. Но нету других вариантов. Так же, как отмена военного положения должна быть. Отмена мобилизации. Восстановление Конституции. Это глупые, абсолютно абсурдные действия, уничтожающие силы общества. Они направлены не на то, чтобы удержать фронт, удержать ситуацию, спасти страну, народ спасти. Они направлены на обвал страны внутрь. Чтобы произошел внутренний взрыв. Гражданская война произошла. Революция произошла. Вот на что они. Ну, неужели это так сложно все? Поэтому, ну, Зеленский должен просто в отставку уйти. Это самое лучшее. Должен сказать, что он временно исполняет обязанности. И сейчас самое лучшее, это что можно сделать, еще раз говорю, отниметь военное положение. Да, надо. Надо, я сказал, есть военные силы, которые могут укрепить фронт. Надо стабилизировать фронт. Сто процентов. Надо уничтожить вот это все их преимущество. Можно это сделать? Да. Есть полиция. Есть особенно пограничники на западном фланге, которые стоят. Вообще ничего не делают. Жрут только наши деньги. Это просто как, это недопустимо. Нацгвардия есть. Вот это все силы надо бросить на фронт. Потому что если они, московиты, прорвут фронт, то куда эти силы денутся? Они разбегутся и все. Так как они разбежались, когда был прорыв в Запорожско-Херсонском направлении и во всех остальных. Поэтому тут даже не может быть двух мнений. И то, что их не бросают на фронт, то, что из них не формируют сейчас бригад на прорыв, это говорит о том, что Зеленский, Ермак и те, кто за ним стоят, эти фонды инвестиционные, и те, кто деньги положили в эти фонды, чтобы захватить украинскую землю, они ориентированы на диктатуру. На тяжелейшую диктатуру и уничтожение любого сопротивления. Поэтому идет преследование средств массовой информации, инакомыслящих, оппозиционеров, тюремные посадки, репрессии. Только для этого все делается. Вот и все. Что ж тут непонятно? Еще подождите сейчас еще. Вот эта вся история с Андреем Дыркачем, она никуда не делась. Так же, как с Кучмой по поводу Гангадзе, эта история тоже никуда не делась. С пленками, с показаниями Пукача, кто заказывал Гангадзе, кто исполнял, чей был приказ, кто деньги платил. Володю Литвина надо еще поспрашивать. Притула никуда не делась. Все известно. Все же известно. Все равно надо к этому будет возвращаться. К Кучме, к Пинчуку надо будет возвращаться, к Лене Кучме, к жене Кучме. Обязательно придется возвращаться туда. Так что даже не думайте, что это, так сказать, где-то там рассосалось. Ничего не рассосалось. Наоборот. Наоборот. Поэтому мы приближаемся к каким-то очень серьезным, так бы сказать, извержением вулкана. Оно произойдет. Оно же кипит. Магма должна вырваться на поверхность. Эти газы должны вырваться. И Зеленский просто, Ермак, Лена Зеленская, они делают неправильные. Папа Зеленского, мама Зеленского. Они играют очень важную роль. Они делают абсолютно неправильные стратегические шаги. И вот эти все это самое причитание Зеленского каждый день. Там он встретился со спикером этой литовского парламента. Ну, встретился. Ну и шо? Ну и шо? Ну, Литва. Ну, шо Литва? Ну, что Литва? Как раз Литва это главный кандидат на стать блюдом на обеденном столе Путина. Вместе с Увалковским своим коридором. А этот самый Лукашенко-Сатраб будет, так сказать, разделывать это блюдо. Резать его на кусочки и подавать Путину для поглощения. Что ж тут непонятного. Приехала она? Ну, приехала. Так шо? То есть у Зеленского заканчивается его вот этот, так сказать, международный ресурс. Он переходит к более, так скажем, более легким встречам на уровне геополитики, тактическим встречам. Потому что крупные игроки уже понимают, что с ним нечего иметь дело. Ну, просто нечего иметь дело. Он становится бесполезен, неэффективен, непродуктивен. Он становится неинтересным. Ну, неинтересен он. Ну, шо ж тут непонятного? Все уже. Увидите, шо будет после проигрыша Сунака. Вот. И этой Урсулы фундерляйн и прочих, если это все произойдет. Еще ж неизвестно, будет ли Рюте генсеком. Вдруг Рюте-Рюте. Но Рюте неудачник. Сейчас мы сделаем про это. Поговорим. Он проиграл с выборы в Нидерландах. Там полный крак. Его выкинули. Так шо, неудачника, изгоя, лузера ставить головой НАТО? Ну, это надо на всю голову быть, как говорится, ударенным. Чтобы такое делать. Это вообще. Аутсайдера поставить генсеком на 32 страны НАТО. Рюте. Потому что он Рюте. И почему? Так что ситуация становится на всех уровнях очень тяжелой. Естественно, действия Зеленского, Ермакаш, Мигаля, Слуг народа, Стефанчука. Они абсолютно дилетантские, некомпетентные. И главное, опасны для Украины, неэффективны. Они даже вредны, я бы так сказал. Я так полагаю. Вы целлим Соскиным. До новых встреч. Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова